Всем привет! Вы на канале Алюна Флёр. И сегодня видео по хвостушке. Кто смотрел мои обзоры из Орши Динмах, их четыре штучки, четыре части. Если кому-то интересно, кто не видел, пройдитесь, посмотрите. Очень интересно для общеобразовательного развития то, что надо. Какие орхидеи еще существуют, какие мы еще даже и не слышали. Ну а я, конечно же, не пришла с пустыми руками, как вы видите. Не то, что с пустыми руками. Я с полной машиной приехала. Не так часто удается попасть в такие шикарные места. И, конечно же, я, пользуясь случаем, взяла, как, на мой взгляд, очень интересные орхидейки. Может, кого-то разочарую своим, как бы, выбором. Не знаю. Но вот то, что я привезла, вот, действительно, мне они, эти орхидеи, нужны. Я о них мечтала. И некоторые, как бы, ради интереса, потому что не знаю и хотела бы попробовать новые виды. Так, я сейчас немножко, может быть, освобожу. Сначала я вам представлю блочника, которые вот здесь вот. Там на заднем плане большие орхидейки. И вот впереди вас, ну, такие стандартные орхидейки в девятом горшочке. Ну, все, сейчас рассмотрим. Вот так вот я их подвесила, чтобы было удобно. Первая орхидейка, которая очень интересно цветет. Красивые у нее такие каскадики. Она вот, видите, здесь есть цветоносик. Она цвела. Красоточка. Так, если будет шум, это здесь Джонс пытается, как всегда, заигрывать калипсу. Ну, в общем, тут три растения. Вот видите, чуть-чуть желтые листики. Ну, в принципе, растение хорошее. Корневая так себе. Но это, наверное, лучше из лучших, что я нашла. И вот так вот она называется. Меня она очень заинтересовала. Очень хочется увидеть ее в ниспадающих таких розово-белых тонах цветочки. Видео, не видео, а фото орхидейки я не буду вставлять. Кому интересно, погуглите и посмотрите, потому что не хочу затягивать видео, так как много новиночек. Так что это первая красоточка. Так, вот. Очень мне понравилось. Там была цветущая. Ну, уже как бы зарезервированная. И я взяла... В принципе, если присмотреться, там почти все орхидейки были или на цветоносиках, или выпускают. Так что не обязательно надо было рыться, что-то искать. Ну, вот, взяла с цветоносиком, с двумя. Один она засушила, а один, в принципе, вот она дальше растит. Увидим. Увидим. Вот такая корневая. И вот так вот она называется. Ее видно в одном из видео, как она цветет. Я там снимала такие яркие оранжевые цветочки. В общем, будем ждать, чтобы она нам раскрыла вот эти цветочки. Так, следующий. Вот тоже цветущий был. Красавчик. Он мне напоминает чем-то собаку Доберман. Не знаю почему, но вот что-то вот у меня такая ассоциация с Доберманом. И вот так вот он называется. У меня есть уже один алкоглоссум, но он маленький, он малыш. А тут было взрослое растение. Конечно же, я не удержалась. Тут он уже дважды цвел. Это третий раз. Так что тот буду растить. Уже не так, как бы, будет к спеху. Но и не удержалась. Взяла вот эту вечную цветущую орхидею. Та желтая стенка из цветущих вот этих орхидеек. Так. Сейчас почищу. Извините. Эрусинья крестогали. Ну, очень мне ее захотелось. Надо ее тут почистить немножко. Но какую бы ни взял, все они в шикарном состоянии. Не удержалась. Вот такие вот мои четыре блочника я себе привезла. Следующая группа моих красоточек. Мне ее посоветовал вот хозяин. Ну, я так думаю, хозяин этой теплицы, Эрия, сказала, что она вообще неприхотливая. В принципе, очень хорошо. Типа, как с комплейной группой. Если хорошо договориться, вот надо с нее начинать. Так что вот. Ну, и цветочек мне понравился. Она одна там цветущая была. Очень красивый цветочек. Губа тут обалденная. Смотрите, как на солнышке. Обалденная губа. Ну, в общем, вот такая вот Эрия. Коронарис. Коронария, извините. Такая красота. Так. Следующий. Их там очень-очень много было. Меня эта группа интересует. Но всегда, вот я смотрела распаковки других посылочек, других сайтов. Всегда они приходят какие-то малявочки. А здесь уже был взрослый растение. Ну, как взрослый. Довольно большое растение. Тем более, два растения в горшке. И вот видите, я даже не заметила, то ли он в дороге. Вот видите, вот здесь вот цветоносик проклюнулся. Может быть, в дороге. И вот так вот он называется. Айрангитс Модеста. Белые такие должны быть каскадики. Эта группа меня давно прельщала. Ну, как-то не хотелось брать что-то такое мелкое, неинтересное. Смотрите, какие корни у нее. Прекрасное состояние. Так. Следующий красавчик. Тоже. Также очень долго я хотела. Сидирея жапоника. Ну, вот. Именно я ее не хотела на блоке. Очень часто она приходит на блоке. И почему-то, не знаю, мне хотелось именно в горшочке. Также, смотрите, сколько здесь корней. Два растения в горшке. В общем, все тоже так же хорошее, симпатичное. Вот. Давно я ее хотела и вот заимела. Так. Это под влиянием другого блогера. Очень мне стало интересно вот это именно орхидея. Тут у нас, смотрите, растут цветоносики. Так. Попробую вытянуть. Смотрите, какие корни. Вот. Это влияние Пети. Петя, мне так понравилась твоя орхидея, когда ты ее показывала цветущей, что я не удержалась. Тем более, тут кустики очень-очень такие пышненькие были. Тут у меня, получается, три кустика. Три, да, три. Три кустика. Ну, в общем, буду ждать цветения. Тоже красненькое там уже видно. Ну, в общем. Ну, ее, наверное, по-хорошему надо пересадить. Ну, будем ждать весны уже тут растущие корешочки. Ну, в общем, очень она мне понравилась. До этого, пока я не увидела у Пети, я ее не видела и не знала. Другая, как бы, новиночка, которую я совершенно нигде не видела и не слышала. Вот, смотрите. Я ее брала. Вот такие вот два цветоносика были. Вот такие вот бутончики. Вот приехала она уже неделю у меня. Плюс дороги. Пять дней. Ну, в общем, почти две недели. И, смотрите, она распускается. Так. У нас здесь хозяин. Джонс. Джонс. Может, ты уйдешь? Так, подождите, я его отправлю погулять. Так, как правило, его погулять, а то у меня здесь все хозяйство бы завалил. В общем, смотрите, какие у него воздушные огромные корни. Смотрите, какая красивая цветы. Обалденные. И вот так вот она называется. Я о ней раньше не слышала, не видела. Но хочу вам еще сказать. Вот сейчас она распускается. У нее такой приятный, сладкий какой-то, шикарный аромат. Поэтому на ароматы пришел мой кот. Любит понюхать. Ну, смотрите, какая красота. Какая красота. Это, конечно, обалденное растение. Совсем не пожалела. Даже не видя цветочки, мне именно заинтересовало название. И так как они все там стояли на бутушечках, вот я взяла, скажем так, и уже радует. Вот сейчас стою, такой обалденный запах стоит. Так, следующий, следующий. Вот эту возьму. Вы ее видели. Меня тоже. Также, также она меня заинтересовала. Вот такая макселярия. Вот именно вот такие вот псевдобурбочки, в принципе, у меня получается неплохо. Так что буду растить. Но вот этот вот не выдержал дороги. Она его сушит. Но два остальных бутончика, она вот скоро раскроется. Также очень давно я к ней присматривалась, к макселярии этой. Ну, как-то я не могла сообразить, какой у нее будет цветочек по размеру. И когда увидела, то, конечно же, сказала, что так долго сомневалась. Тоже пышненький кустик вот такой вот. Протвела она из самой большой бульбочки. Как только протестет, я ее пересажу. Так, кот к нам стремится. Но я его закрыла. Следующая вот такая вот травка. Это симбидела пардолина. Вот симбиделу тоже мне давно хотелось. Ну, также вот то, что предлагали на сайтах. Ну, она еще маленькая, конечно. Она очень маленькая. Псердобудбы должны быть где-то 8 сантиметров. Такие большие. Но очень пышненький кустик. И вот это вот можно... Ну, видите, как она дальше растит. Вот посажу и посмотрю. Еще одна будет симбиделочка. Ну, а в основном всегда, когда продают на сайде, когда смотришь, вот один только ростик и все. А тут, смотрите, и корешки обалденные. Ну, в общем, симбиделочку я давно хотела. Конечно, зацвести я ее, зацвету. Ну, если все хорошо, наверное, года через 4. Но все равно. Сам процесс тоже интересен. Так, следующее. Конечно же, как же без симбидиумов. Банаинси. Тоже вот такой вот кустик. Прекрасный, хороший. Тоже подросточек. Ну, ничего страшного. Он очень большим тоже не будет. Но также нравятся мне его цветочки. Будем ждать. Вот. Так. И еще один цепидиум. Вот такой вот. Взяла я его, потому что вот тоже так же мне хотелось. Давно вот именно варигатные листики. Взяла его из-за варигатных листиков в основном. Ну, и плюс также мне понравились его цветочки. Интересные, хорошие цветочки. Тоже из такого среднего, средних симбидиумов. Большими уже, очень большими они так же не будут. Так, следующая. У нас еще две осталось. Следующая вот такая вот красота. Смотрите, какие хорошие бурбочки. Также очень хорошее растение. Тут аж три. Аж три, аж три, это название. Лекаста Депел. В желтых таких тонах. У меня желтой лекасточки нету. Так что. И довольно вот на следующий год она уже сможет зацвести. Хороший такой подросточек, красавчик. Также я ее пересажу. Потому что уже, ну как бы, если она выпустит бурбу, и она будет перелазить из горшочка и будет падать. Так что эту я ее пересаживать буду. Следующая красота. Очень долго тоже присматривалась к кидочкам. И эти орхидейки меня тоже так же очень долго интересовали, но как-то не решалась. Как-то что-то... А тут с оказией, как говорится, смотрите, какие корешочки. Все прекрасно. Бурбочки обалденные. Она вот с этой бурбочки может уже и процвести. Так что будем ждать. Вот такая вот идочка. Мне ее цветы так же нравятся. И понравилось вживую. Вот. Это то, что я вам говорила. Вот я в основном очень многие растения взяла, которые могут у меня зимовать на веранде без никаких хлопот. Вот выдерживает очень низкую температуру. Так. И на закуску вот такой вот гигантище. Смотрите, какие здесь корни. Надеюсь, вам видно. Обалденные кустища. Куст большой. Также может скоро процвести. Вот такая вот асинета. Асинета это... Она... Ну, как бы не то, что родственник. Вот такой категории, как лекарств и как ангулуа. Были ангулуа. Я очень крутила-вертила. Но так как ангулуа я у некоторых уже взяла. Лекарств и я уже договорилась. Так что лекарств и мне нравятся. Ну, а вот ангулуа я в этот раз не решилась. Решила вот взять иду и асинетию. Посмотреть. При... Как бы присмотреться к ним. Посмотрю, как нравится ли мне их действительно цветение. Так как... Ну, не знаю. В общем, вот такие вот новиночки у меня. Вот такая вот коробочка. У меня получилось очень интересное растение, как по мне. Вот такие вот у меня новиночки. Очень довольная, очень счастливая. Надеюсь, вы тоже порадуетесь за меня. И вам мои новиночки понравились. А я всем желаю хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok